Девушки отдыхают Девушки отдыхают В гостях депутат, актер, заслуженный артист Беларуси Руслан Чернецкий Девушки отдыхают Руслан, я хочу предупредить вас, что по правилам нашей программы, если по какой-то причине вы не сможете или не захотите отвечать, вы имеете право три раза отказаться от вопроса. И будьте внимательны к вопросам. В конце программы вам предстоит выбрать лучший. Ну а сейчас у вас есть одна минута, чтобы коротко рассказать о себе. Время пошло. Меня зовут Руслан Чернецкий, мне 43 года. Я заслуженный артист Республики Беларусь, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии при этой же Палате по образованию, культуре и науке. Я ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Максима Горького, он же русский в народе. Также я актер театра эстрады и киноактер. У меня дочь, ей 8 лет, я женат, счастливо женат. Ну это, собственно говоря, вкратце то, что я могу о себе рассказать, а уже все остальное, я думаю, мы с вами выясним в процессе разговора, правда? Прекрасно, вы уложились в одну минуту, ну а теперь давайте перейдем непосредственно к диалогу. У нас в студии 100 участников, у каждого свой вопрос. Посмотрим, насколько вы успеете ответить. Вы готовы? Я всегда готов. Ну тогда начнем. Кто задаст первый вопрос? Здравствуйте, меня зовут Кира. Привет, Кира. Скажите, пожалуйста, о какой профессии вы мечтали в детстве? Ой, слушай, Кира, это было очень много разных профессий, начиная с космонавта, представляешь? Мы все, да, в детстве мечтали быть космонавтами. А в целом, это было очень много разных профессий, я хотел быть космонавтом, спортсменом, автослесарем, да кем очень многом, очень много всего. Я пробовал все и постоянно искал себя везде, 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 везде. Но зато я себя нашел. Правда, что вы по первой профессии автослесарь? Абсолютнейшая правда. Абсолютная правда. Как так получилось? Ну, смотри, какая штука. Когда я заканчивал школу, это было в 90-х еще, тогда, скажем так, очень популярная была профессия автослесаря. И мои родители мне посоветовали. Ну, почему бы и нет? Но я очень быстро понял, что это не мое, хотя и успел чему-то научиться, пока учился в ПТУ. Поэтому, скажем так, да, это абсолютная правда, и это получилось именно таким образом. Она была тогда модной, можно сказать, профессией. Автослесаря были на расхват и зарабатывали очень хорошие деньги. Поэтому мои родители мне посоветовали пойти учиться на автослесаре. Вот так. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Каким вы были подростком? Ну, по большому счету, непоседливым. Ну, я, собственно, таким и являюсь сейчас, непоседливым. Скажем так, для того, чтобы меня удержать на одном месте, это нужно было очень сильно постараться. Вот. Но, тем не менее, со мной всегда можно было договориться. А баловали ли вас у родителей? Я поздний ребенок. Моим родителям было уже обоим за 40, когда я родился. Поздний, долгожданный и так далее и тому подобное. Они меня не то чтобы не баловали, они меня даже, я бы сказал, воспитывали очень даже строго в какой-то степени. И я им за это очень благодарен. Потому что это я тогда не понимал, почему они так строги ко мне. Но я думаю, что если бы мои родители не были такими, какие они есть, не знаю, что бы из меня получилось, если честно. Я просчитала, что несколько лет вы жили за границей. А по какой причине вы решили вернуться? Ну, это был Таиланд. Ну, представляешь, там тропики, там лето, круглый год, класс. А мне вот тянуло к нашим березкам. Вот серьезно. Вот каждый раз, когда я там, когда я приезжал в отпуск, я ехал сюда как на праздник. Несмотря на то, что там было достаточно комфортно, все было хорошо. И занимался делом, которое мне нравилось на тот момент. Я танцевал. И, ну, тем не менее, мне, меня непреодолимо тянуло каждый раз домой. Все равно хотелось домой на родину. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать актером? Я где-то, ну, наверное, лет с 18, может, примерно, я пытался понять, чем я должен заниматься, для чего я пришел сюда, в этот мир. Я занимался многими видами спорта, кружками всякими. Я всегда понимал, что нет, это не мое. Спорт – нет, это не мое. Автослесарь, профессия автослесаря – нет, это не мое. Пошел в армию, отслужил в армии. Казалось, может быть, все-таки армия мое – нет, не мое. Вернулся сюда, стал пробовать себя профессией официанта – опять не мое. Профессией танцора на контракте – опять не мое. И каждый раз я мучился этим вопросом. И в какой-то момент в Таиланде, находясь, я смотрел кино, и я себя поймал на мысли, что я сейчас смотрю, не за сюжетом слежу, не за перипетиями какими-то, не за спецэффектами. Я слежу за тем, как работает актер. И как бы я на его месте сейчас, в этот момент, делал бы, ну, выполнял ту же задачу. И я понял – вот оно, вот чем я должен заниматься. И вот как только я это понял, во-первых, все так стало складываться, я узнал об Академии искусств, я узнал, что есть заочное отделение, поступил в театр на работу. И вот уже почти 20 лет я ни минуты не пожалел, что я занимаюсь. Вот как-то так. Тяжело ли вам переплощаться в персонажей, которые вам не нравятся? Ребят, это бывает порой невероятно тяжело. А бывает очень легко. Это все, опять же, зависит от роли. Когда я репетировал «Графа Монте-Кристо», мне это давалось достаточно легко, я его понимал. И мне очень легко в него воплощаться. Но когда я буквально через пару недель приступил к репетициям спектакля «Гульянов», это спектакль об отце Николая Гульянове, о протеерея, это почти святой человек. Мне было настолько тяжело, что ты себе представить не можешь. Я чуть с ума не сошел, пока я репетировал эту роль. Я не спал, не доедал, я не находил, я покоя не находил. Мне просто было физически тяжело даже иногда. Это несмотря на то, что это старец, а мне 43, а там мне 75. Понимаешь? И это и физическая нагрузка очень сильная, и эмоционально-интеллектуальная нагрузка очень сильная. И вот в этом смысле, в этом случае я, конечно, испытал огромную тяжесть, огромное напряжение и нервное, и физическое. Поэтому это все зависит от того, какую роль ты сейчас репетируешь или в каком кино ты снимаешься. Вот так. А вы в жизни больше добрый персонаж или злой? Ну, близкие говорят, что добрый. Поэтому, ну, я стараюсь становиться еще лучше и добрее, чем я есть. У меня такой вопрос. Всем актерам часто приходится играть. А можно ли как-то в жизни отличить, играет актер или не играет? Во-первых, я не люблю такое слово играть. То есть я на сцене, скажем так, или живу, или исполняю роль. Что, в принципе, то же самое, по большому счету. Потому что играть для меня – это играть в футбол, в баскетбол, в волейбол, в конце концов, в шашки. Поэтому я очень редко применяю это слово. Я в жизни такой, какой я есть. Я с вами сейчас именно такой, какой я есть в жизни. Какой я со своими близкими, со своими коллегами, со своими друзьями. А сколько лет вы служите в театре имени Горького? И как вы туда попали? В начале марта этого года исполнилось 19 лет, как я служу в театре имени Максима Горького. Так получилось, что я на полгода раньше приехал из Таиланда, чем должен был. А в тот момент я уже понимал, что мне нужно ехать, поступать куда-то на актерское. И я понимал, что мне нужно ехать в Москву и поступать. Но до поступления у меня еще было полгода. И тут мне мой друг говорит, Руслан, слушай, я услышал по радио, что у нас сейчас проводится кастинг на мюзикл «Кошки». Есть такой знаменитый, легендарный мюзикл «Бродвейские кошки». И вот в Москве собирались ставить его русский ремейк. И он говорит, ты же поешь, танцуешь. Попробуйся, ну что это стоит. Я думаю, ну ладно, попробуюсь. Я поехал. И как раз в первом туре я познакомился с ребятами из русского театра, с актерами. Мы с ними очень подружились. Я стал к ним ходить на спектакли. И вот в какой-то момент одна из них девочка сказала, что, Руслан, слушай, ты ведь как бы хочешь поступать. Я уже наметил поступать. Попробуйся к Борису Ивановичу Луценко. И вот я к нему пришел, и вот что-то набрался смелости, подготовился, как при поступлении. Учил там стихи, прозу, басни, песню, танец. И я к нему пришел, и он что-то во мне разглядел и дал мне шанс. Вот. Сначала я поработал на испытательном сроке, а потом он меня взял в труппу. И через два года я уже получил первую свою главную роль. Настолько он меня тогда поверил, и настолько он во мне что-то увидел. Но он человек с огромной творческой интуицией был и с огромным педагогическим опытом. И благодаря вот ему, благодаря ему, я теперь, ну, я много чего понимаю профессии и много чего умею. Именно благодаря Борису Ивановичу. Если бы не он, не знаю, как бы это все обернулось. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Руслан. Меня зовут Леша. Сейчас очень модно, когда спортсмены и актеры становятся депутатами. Как вы считаете, почему это модно? И модно ли это вообще? Знаешь, я бы не сказал, что это мода. Но как минимум не у нас. Потому что у нас в парламенте представители спорта и культуры, в частности, актерского департамента, это я и Анастасия Мироничка Иванова. Наша знаменитая легкоатлетка, чемпионка. И я совершенно точно тебе скажу, что мы туда пошли, скажем так, не отдать дань моды. Мы в первую очередь те люди, для которых все то, что будет происходить у нас в стране, да и в целом мире, но самое главное у нас в стране, имеет невероятную важность. Вот именно поэтому это не дань моды, Леш. Это именно, скажем так, то огромное желание сделать для нашей страны что-то хорошее, что-то красивое, светлое и доброе. Как вы думаете, нужно ли разбираться в политике и экономике, чтобы стать депутатом? Или достаточно просто быть известной личностью? Обязательно нужно разбираться. Скажем так, я уже лет пять как. Одно из моих хобби – это, назовем это, макроэкономик, ну, в глобальном понимании, геоэкономика и геополитика. То есть я каждый день прогоняю через себя терабайты информации, анализирую, делаю выводы. И да, депутату обязательно нужно разбираться в политике и обязательно нужно разбираться в экономике. Потому что те решения, которые мы там в парламенте принимаем, это как раз вопросы и политического в том числе характера. А если ты в ней не разбираешься, если ты ей не увлекаешься, то политика со временем начнет увлекаться тобой. И тогда посмотрим, кто проиграл. Поэтому обязательно депутату нужно быть всесторонне развитым и, разумеется, в первую очередь разбираться в политике и экономике. Вот так. Рональд Рейган был актером, а стал президентом США. Может, у вас тоже есть президентские амбиции? Нет. Президентских амбиций у меня нет точно. Дело в том, что Рональд Рейган, актером он был совсем маленькую, совсем, совсем, совсем маленькую часть своей жизни. Чуть-чуть. И он очень быстро ушел в политику. И он как бы, он видел себя только там, исключительно. Понимаешь, для того, чтобы быть президентом, совершенно четко сказал наш президент, что президентами рождаются. Я не чувствую, что я рожден президент. Мало того, я в этом уверен. Я с огромным удовольствием буду помогать нашему правительству, нашему президенту сделать все для того, чтобы наша страна стала только лучше, и жить в ней было только лучше. И она была и известней в том числе, и имидж ее подымался и подымался. Но сам, ну, я, не тот, я уверен, что, что я просто не потяну это. Даже если бы захотел. Меня зовут Лиза. У вас была несчастная любовь? Может, мне повезло в жизни, что, как бы, ни у кого не получилось сделать меня несчастным. А может быть, это, в принципе, мое отношение к жизни. То есть, если я расстаюсь с человеком, ну, значит, мы не подходим друг к другу. И чего из-за этого горевать? Я никогда не видел в этом смысла. То есть, ну, жизнь-то продолжается. Ну, согласись. То есть, где-то есть человек, для которого я создан, и который создан для меня. Как, собственно, потом и получилось, когда мы с моей женой нашли, наконец, друг друга. Полюбили друг друга. И вот мы уже 14 лет счастливо живем вместе. У нас прекрасная дочь. И я, кстати, вам тоже советую не горевать по поводу несчастной любви. Ну, чего ж тут горевать? Ну, правда. Значит, вы найдете своего человека, который где-то ходит. Он обязательно точно где-то ходит. Это будет сюрпризом для вас, но, тем не менее, так оно и произойдет. Это я вам точно говорю, сто процентов. Почему взрослые разводятся? Это значит, что они женились не по любви? Как я уже сказал тебе, люди взрослые понимают, что они не созданы друг для друга. Что они не могут, скажем так, понять друг друга, принять друг друга. Что-то им мешает. И да, нужно очень внимательно относиться к выбору того человека, кто с тобой проживет всю оставшуюся жизнь. Быть максимально внимательным, правда. И у меня были такие ошибки, правда. Я уже один раз разводился до того, как я встретил Настю, мою жену. И да, я понял в тот момент, что, да, поторопился. Да, было такое, но я исправил эту ошибку. Как вы познакомились со своей теперешней женой? В кино, не поверишь. Она гример. Она на тот момент была ассистентом художника по гриму, а теперь она художник-гример. И вот мы с ней познакомились. Мы тогда... Так получилось, что мы с ней подружились. И вот так вот весь съемочный период, все лето 2010 года, мы были просто друзья. А потом в какой-то момент бац, мы даже не заметили, как это произошло, и мы уже живем вместе. И вот как-то так. И вот до сих пор мы счастливо женаты, друг друга слушаем, слышим, друг друга поддерживаем. И я вот тебе скажу, что если бы не она... Кстати, девочки, возьмите себя на заметку. Если женщина на самом деле любит мужчину, искренне его любит, она подсознательно, сама того не желая, сделает все для того, чтобы ее мужчина был успешным. И вот благодаря своей жене я очень много чего добился и много чего смог. Вот так. Меня зовут Тимофей. Дайте совет. Как сделать так, чтобы девушка обратила на меня внимание? Будь собой. Ничего из себя не изображай никогда. Вот, допустим, смотри, какая ситуация. Вот ты какой-то весь такой крутой весь из себя, да, такой, да, классный есть, да, она на тебя обращает внимание, а потом узнает тебя получше и понимает, что ты совсем не такой. Понимаешь? И она очень быстро это поймет. Именно поэтому, ну, не надо ничего из себя лишнего изображать, чем ты являешься на самом деле. Нужно быть, а не казаться. Когда-нибудь ухаживали за девушкой, как в кино? Ну да, ухаживал, конечно, там. И цветы дарил, на свидание приглашал. И закаты мы встречали, и рассвет. Но, скажем так, это... Я бы не сказал, что это кино. Кино как раз-таки рождается из жизни. Именно поэтому вот эта фраза, ухаживать за девушкой, как в кино, она взята из жизни. Ты ухаживаешь за девушкой в жизни, а кто-то это замечает и приносит этого в сценарий, в пьесу. И снимается кино, и берется эта сцена. Вот и все. Все очень просто. Расскажите, пожалуйста, свое любимое стихотворение. Я сейчас вам прочитаю стихотворение. Оно вообще не веселое, и не о любви. Сейчас выпускается спектакль, в котором я принимаю участие. Это спектакль о детях, которые пережили войну. Документальный спектакль. Это действительно истории людей, которые это пережили, будучи маленькими детьми. И в этом спектакле я читаю такое стихотворение. Тишина. Звенящая. Огромная. Глухая. Да просто это кончилась война. Безжалостная. Злая. И слепая. Скажи, мой друг, откуда этот дождь, как будто небо плачет над погостом? Там спят солдаты и не видят звезд, которыми их наградили после. Скажи, мой друг, ступив за ту черту, где можно оставаться человеком, с какой молитвой кланяться кресту пред Богом и людьми и целым веком. На фото сын. Веселый и живой. У матери один и стал героем. Он навсегда остался со страной. Простой сержант перед смертельным боем. Их будут помнить эти имена, ушедшие солдатскими шагами. И тишина. И кончилась война. И этот долг навечно будет с нами. Здравствуйте, Руслан. Меня зовут Ульяна. Как вы считаете, почему белорусские актеры не могут стать мировыми звездами? Разве они так плохо играют или их просто не хотят брать в Голливуд? Да, они сами не хотят. Мы себе скажем. Скажем так, меня много куда приглашали. У меня были возможности. Но мне очень не хотелось отсюда уезжать. Хотелось сделать делать что-то здесь для страны, для нашей страны. Там своих полно. Но это не значит, что наши бы не добились там успеха. Еще как добились. У нас самые талантливые, я считаю, актеры во всем мире. Это правда. Когда ты смотришь на наших актеров, скажем так, ты чувствуешь всю ту глубину, которую они вкладывают. Понимаешь, что это не вранье. Ты понимаешь, что они действительно проживают. И то, что они не мировые звезды, может быть, это даже и к лучшему. Потому что это накладывает очень неприятный один отпечаток. Медийность, я имею в виду. И, скажем так, я не горюю по этому поводу, что мы не настолько медийные, нежели западные актеры. Голливудские, например. Здравствуйте, меня зовут Аня. Привет, Аля. Вы всегда были так уверены в себе? Да я, честно говоря, не то чтобы уверен. Нет, я уверен в себе, конечно. Но я всегда в себе копаюсь и сомневаюсь. Всегда. Я всегда перемысливаю, передумываю, анализирую. Профессия актера, артиста, она настолько субъективна. Уверенность не всегда выручает. И она очень редко работает. Нужно постоянно сомневаться в себе для того, чтобы, наконец, найти тот правильный, то правильное, что ты должен создать. Понимаешь? Поэтому в жизни, да, я уверен. А вот в профессии далеко не всегда. Здравствуйте. Здравствуй. Меня зовут Аня. Привет, Анечка. У меня к вам такой вопрос. У вас есть дочь. Да. А вы когда-нибудь играли при ней какие-то веселые роли, чтобы она не грустила? Ты имеешь в виду, веселил ли я ее? Да. Ну, конечно. Конечно, особенно, когда она маленькая, когда она плачет. Ну, разумеется, хочется настроение ребенку поднять. Да это не только с ней происходит, и с женой тоже, а как иначе? Вы можете продемонстрировать какую-нибудь веселую роль, которую вы показывали своей дочке или жене? Дорогие мои, спасибо вам за такие веселые вопросы. Ну, скажем так, я не из тех, скажем так, артистов, которые вот так вот по щелчку могут что-то выдавать. Руслан, я напоминаю, что вы можете трижды отказаться отвечать на вопрос в данной ситуации и выполнять просьбу. Вы можете воспользоваться этим шансом. Ну, вот, собственно говоря, я же объяснил, почему я воспользуюсь этим шансом. А вот вы бы хотели, чтобы ваша дочь стала актрисой? Вообще, если честно, я бы хотел, чтобы моя дочь занималась всем чем угодно, созидательным. Я буду поддерживать ее во всем, чтобы она не захотела. Но уже с трех лет, а ей восемь, я напомню, девятый год, она... То есть надо знать мою дочь, которая пяти минут на одном месте посидеть не может. Такая же, как я. Да? И, собственно говоря, то, что она сейчас в течение вот этих вот пяти лет, казалось бы, любит эту профессию, работает в трех театрах вместе со взрослым. У нее уже фильмография там за пятнадцать фильмов, причем очень серьезных фильмов. Конечно, хотелось бы, чтобы она пошла по моим стопам. Конечно. Но если она захочет быть, ну, не знаю, как мама гримером, либо автослесарем, да на здоровье. Главное, чтобы ей это нравилось. Я, кстати, для себя, скажем так, для себя лично такую формулу счастья вывел, когда я понял, что наконец-то я занимаюсь тем делом, которое мне нравится. Я понял, что люди несчастны не только потому, что там не находят любви и прочее, прочее, но что они не находят себя, той профессии, того дела, для которого они родились. Именно поэтому очень важно найти себя. Я вам советую. Я вам советую над этим очень серьезно задуматься. Вы когда-нибудь ругали свою дочь? Естественно. Я же сказал, она не поседа. А как этот электровенник остановить уговорами не получается. Иногда приходится и прикрикнуть. Ну, а что же делать? Есть ли что-то, за что бы вы хотели попросить прощения у своей дочери? Пока нет. Я ничего не делаю такого, что ей вредит. Все мои устремления относительно ее направлены для того, чтобы ей было лучше. даже если ей это кажется чем-то плохим, ей это не нравится. Ну, допустим, заставлять делать уроки. Ну, правда, но это же надо делать, правда? Это ее благо. Именно поэтому пока не за что. Я надеюсь, что не будет. Я, по крайней мере, сделаю все для того, чтобы мы как можно меньше с ней ругались и остались добрыми друзьями, когда она вырастет. Вот и все. Вы снимаетесь в кино, играете в театре, а на семью у вас хватает времени? Конечно. Конечно. Меня многие спрашивают, как я умудряюсь совмещать все свои виды деятельности, которые у меня есть, все свои работы. Как? Я просто отвечаю, потому что я хочу. Потому что я действительно хочу этим заниматься. А если я действительно хочу, я сделаю все для того, чтобы у меня было время на то, на другое, на пятое, десятое и, естественно, побыть с семьей и, естественно, уделить время дочери и сходить с ней куда-нибудь или в аквапарк или еще куда. Все очень просто, на самом деле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вам всегда нравилось то, как вы выглядите? Мне всегда это не нравится. Скажем так. Понимаешь? Опять же, все, это отпечаток моей профессии. Как ты не крути. Понимаешь? То нравлюсь ли я себе зависит от того, какую роль я исполняю. Понимаешь? И я стараюсь всегда приблизиться к тому образу профессии, который я здесь сейчас создаю. Граф Монте-Кристо ли это? Гурьянов ли это? Я должен сделать максимально для того, чтобы вы поверили, что я сейчас 75-летний старик. Понимаешь? Вот. И вот это как раз, как раз вот это мне не нравится. Потому что, ну, то есть, когда вот, знаешь, мне как-то задавали вопрос, если бы вы были супергероем, какой бы суперспособности вы бы хотели обладать? Я говорю, а можно две? Они говорят, давай. Я говорю, ну, первое, уметь менять внешность. А вторая суперспособность, это уметь видеть мысли режиссера. То есть режиссер, когда ставит спектакль, он или снимает кино, он видит перед собой картинку. И твое поведение в ней, твое существование в ней. И вот для того, и вот если это совпадет, ты сам на пробах, вот то, что он видит, режиссер, и то, что он себе представляет, тебя утвердят на роль. И вот это вот две суперспособности, которыми я хотел бы обладать. Не все, больше ничего мне не надо. Но вот вы бы хотели что-то изменить в своей внешности? В жизни? Нет. Меня все устраивает. А вот для того, чтобы быть графом Монте-Кристо, я должен быть, скажем так, до хорошей формы, худым, то бишь. У меня есть еще спектакль «Месяц в деревне» по Тургеневу, а там я должен быть тюфиком, увольним. Для этого я подкладываю себе толщинку, прикинь. Я там такой толстый хожу. Понимаешь? А вот если бы у меня была возможность изменить мою внешность, я бы... Сегодня я толстый, а завтра я оп, и 14 лет на хлебе и воде. Прикинь? Вот так. В этом плане да. Как вы заработали свои первые деньги? Хо-хо-хо! Мне было 10 лет. Это был 91-й год. Я занимался плаванием. Очень серьезно. И были сборы. Ну, у спортсменов, кто занимается спортом серьезно, кто знает, что такое сборы? Знаем? Молодцы. Так вот, после сборов, точнее, на сборах спортсменам, даже таким маленьким, как мы, платили зарплату. И вот это была моя первая зарплата в 10 лет, скажем так, это были еще советские деньги. И вот такая вот кипа трешек. Я помню, как мы с мамой в Уручье эти трешки пересчитывали. Понимаешь, это была вот моя первая, так сказать, первые заработанные мной деньги. Ну, если не считать там, скажем так, то, что я там бабушке в деревне помогала мне за это, ну, там, дрова рубил, пилил, рубил, она мне за это платила, так сказать. Ну, отблагодарила меня за это. Но вот такие вот серьезные, профессиональные, это вот в 10 лет. А что вы их потратили? На мед, орехи, курагу и изюм. Какой был ваш самый счастливый день в жизни? Ну, видимо, когда родилась моя дочь. Ну, не видимо, а точно. Потому что, скажем так, для вас моменты счастья сейчас немножко другие. Но, поверьте, для каждого абсолютно, как бы, ну, как бы ты не относился к этому раньше, как только рождается твой первый ребенок, все, ты понимаешь, что счастливее момента в жизни, у тебя еще не было. И не будет до момента рождения второго ребенка. Понимаешь? Ну, это как-то так. Ну, я действительно не могу припомнить таких счастливых моментов, которые могли бы переплюнуть по уровню счастья. Вот именно вот тот день, когда я приехал с репетиции в роддом, зашел в палату и увидел моих самых родных и близких двух девочек. Одну постарше, вторую, помладше. Я имею в виду жену, которая постарше. Вот. И вот они вместе лежат, и я понимаю, что вот оно, счастье. И большего счастья в жизни у меня не было. Артисты хорошо зарабатывают? Нам хватает. И слава богу, если ты захочешь заработать больше, ты всегда найдешь возможность. У нас в стране этих возможностей полно. Ну, я же вам перечислил, кем я являюсь. Я актер одного театра, актер второго театра, ведущий на телевидении, я актер кино, и я депутат парламента. Бывало ли у вас такое, что совсем не хватает деньги на жизнь? Как вы с этим справлялись? Бывало и такое. Ну, приходилось подутягивать пояса. Ну, это было очень давно, когда я еще только, когда я еще не научился, скажем так, распоряжаться деньгами. А это навык, слушай, этому надо учиться, как ни странно. Мне казалось, что это ай. Все. Ну, вот пришла она, взрослая жизнь, и давай-ка ты, мой дорогой, а тут бац, и денег нет. Ай, все. А что делать-то? Ну, вот, скажем так, приходилось, приходилось ходить пешком. Бывало такое. Ну, ничего страшного, пережил. Вас узнают на улице. Да. Как вы к этому относитесь? Ну, как я уже говорил, скажем так, да, приятно. Приятно, конечно, когда тебя узнают, особенно, когда тебя благодарят. А самое приятное, это когда человек говорит, вот, я посмотрел там ваш фильм или ваш спектакль, и я для себя, ну, то есть, я решился на какой-то очень важный шаг в своей жизни. Вы мне помогли. Вот это самое дорогое, что только может быть для меня. Вот, я понимаю в этот момент, что ради этого стоит жить. И слава Богу. Поэтому, ну, в целом, да, приятно. Меня зовут Дима. Какой поступок в жизни вы хотели бы изменить? Никакой. Абсолютно никакой. Ты знаешь, ты знаешь, Дима, то, как я прожил эти 43 года, я не жалею ни минуты. Да, бывали очень сильные ошибки в моей жизни, которые я старался исправлять потом. Но я о них не жалею. Именно благодаря этим ошибкам я такой, какой я есть. Понимаешь? Именно поэтому я бы, наверное, вообще ничего не хотел бы менять в своей жизни. Если бы мне дали второй шанс и предложили бы, скажем так, вот выбирай, как прожить эту жизнь, я бы, не задумываясь, сказал бы, а точно так же, как она и была. Еще вопрос. Давай. В каком моменте в жизни вы жалеете? Наверное, что мой отец ушел так рано. Мне был 21 год, а ему был 61. Ну, это, согласитесь, достаточно молодой человек. Потому что моей матери сейчас она до сих пор жива, слава Богу. Ей 85. И почему бы ему не прожить бы еще бы лет 20, правда? А вот его совет, его оценка чего-то, его настроение всегда позитивное. Это такой, знаешь, человек, который ни на кого никогда не обижался, всех любил и его все любили. Такой вот у меня был отец. И вот этого мне иногда порой не хватает. И этого мне, наверное, больше всего жалко. Скажите, чему мы можем у вас поучиться? О, какой интересный вопрос. Во-первых, как я уже вам говорил, что чем бы мне хотелось с вами поделиться, и чем бы хотелось, чтобы вы, что бы я хотел, чтобы вы от меня взяли, это вот то желание найти себя в этой жизни. Потому что вам потом самим будет не то, что легче жить, вы будете счастливей. И вот этим вот своим счастьем вы будете приносить пользу себе и людям вокруг. Понимаешь? Вот это самое главное, наверное, чему быть. Что бы я хотел, чтобы вы из нашего сегодняшнего разговора вынесли. Понимаете, хорошая моя? Второе, чему бы я хотел, чтобы вы от меня, что бы вы от меня взяли, это трудоспособности, трудоголизм. Хотя, когда занимаешься любимым делом, ты вообще не устаешь. По себе знаю, точно тебе скажу. Если ты занимаешься своим любимым делом, оно тебе дает силы. У меня бывало такое, знаешь, когда у меня вечерний спектакль, сразу же я еду на ночную смену сниматься в кино с дайвингом, то есть с подводными съемками. Потом я из этого бассейна еду на съемки дневные, целый день снимаюсь, вечерний спектакль после них и после этого еще одна ночная смена. То есть я практически, ну, то есть вот такой режим, представляешь? И такое было неоднократно. Но мне хватало буквально там в обед. Вот у нас обед в съемочной группе объявляется. Ты пообедал, сел, минут 20 покемарил, оп, и все, работаем дальше. Все круто. Поэтому вот это вот такие вещи, которые в первую очередь мне бы хотелось, чтобы вы из нашего разговора вынесли. Договорились? А чему бы вы могли научиться у современной молодежи? О, вашему мгновенному переключению. Понимаешь, почему? Потому что, ну, скажем так, да, вы уже родились с этими гаджетами на руках. Ну, что ж тут сделаешь? Да, такова жизнь. И вы немножко по-другому ее воспринимаете, нежели мы. И это нормально. Ничего там плохого нет. Нам придется как-то с этим научиться жить. И вот нам нужно, скажем так, научиться у вас вот этому мгновенному перестраиванию. Это очень серьезный навык. А вы уже им обладаете. А мы в силу того, что мы немножко в других условиях, скажем так, росли, а наши старшие товарищи еще в более медленных условиях, это я сам видел, когда, допустим, взрослые мои коллеги не могли подстроиться под тот ритм, которым живем мы. Понимаешь? А здесь немножко другая ситуация, потому что у вас мозг переключается очень быстро с одного на другое. Вот этому я бы хотел у вас научить. Этот сигнал означает, что время на вопросы к герою истекло. Руслан, теперь вам предстоит выбрать лучший вопрос этой программы. А вот этот последний вопрос, чему я бы хотел, чтобы вы научились, и чему я бы хотел научиться у вас, для меня лично, это самый важный и самый лучший сегодня вопрос. Представьтесь, где вы учитесь, в каком классе. Здравствуйте, меня зовут Женя, я учусь в пятом Б-классе 63-й школы города Минска имени Марина Фитосовна Молокович. По правилам нашей программы автор лучшего вопроса получает специальный подарок от нашего гостя. выходите на площадку. Женечка, спасибо тебе большое за эти прекрасные вопросы, которые ты задала. Я очень рад, что вам это важно, поэтому надо дружить и учиться друг у друга всему. Спасибо тебе большое. Держи. Спасибо вам тоже большое. Руслан, теперь у вас есть возможность задать детям свой вопрос. Вопрос такой, кто из известных или знаменитых сейчас людей для вас конкретно является примером для подражания? Для меня примером является американский актер Джейк Джилленхол. он очень меня поражает своей харизмой, он также скромный и конечно жертвует всякие фонды там эти благотворительности всякие. То есть сердце большое у него, да, ты считаешь? Да. И для меня известным человеком, которым я хочу хотела бы соприкоснуться, как-то познакомиться, но к сожалению у него уже нет в живых, это Нина Матяж, это известная писательница в Белоруссии из Белоозерска, она была инвалидом и не отказали ноги, но она все равно не сдавалась, поддерживала много кого, давала напутствия какие-либо. Для меня кумиром является Анжелина Джоли, потому что я безумно восхищаюсь ее деятельностью благотворительности, то, как она помогает детям, ее актерской деятельностью, ее поставленная речь, красота, просто мне нравится в ней буквально все. Меня восхищает Дарья Домрачева, это наша землячка, и меня восхищает в ней то, что она, если поставит себе цель, она ее выполнит. И ты вот смотришь на человека, и возникает такое чувство, что-то, ну, встать и делать, достигать каких-то целей. Дорогие мои, вы не представляете, насколько для меня важно и ценно то, что мы сегодня с вами встретились. Огромное спасибо. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться больше и больше. У меня есть еще что вам рассказать. Поэтому огромное вам всем спасибо, ребятки. Итак, заслуженный артист Беларуси Руслан Чернецкий сегодня в гостях у программы «100 вопросов взрослому». Жду вас у входа на площадку. А вот здесь, Руслан, я попрошу вас задержаться. Руслан, какой вопрос был для вас сегодня самым сложным? Тот вопрос, от которого я вынужден был отказаться. Чем вас удивили дети? Именно вот этими вот самыми вопросами узнать. Во мне человека взять чему-то научиться от меня и научить меня чему-то. Сегодня вы успели ответить на 45 вопросов. Скажите, если мы вас еще раз позовем, согласитесь прийти? С огромным удовольствием. Я обращаюсь к нашей юной аудитории. Считаете ли вы, что наш гость сегодня был максимально откровенен с вами? Кто так считает, поднимите руку. Я думаю, что Руслан может быть примером некоторых людей. Потому что давали очень много разных советов. С этого человека можно брать пример. Мне кажется, что Руслан всегда говорил правду, так как он делился историями жизни, всегда подтверждал своими фактами, подтверждал свою точку зрения и всегда был самим собой. Руслан. для меня показался очень честным человеком и очень смелым, потому что только такой смелый человек может рассказать о каких-то своих комплексах, о вещах, которые он в себе хотел бы поменять или они ему не нравятся. Я считаю, что он с нами был достаточно честен, но однако в некоторых моментах возможно он что-то и скрывал, потому что у каждого человека есть свои личные границы и он может что-то не договаривать. Ну и во-вторых, потому что он актер, поэтому возможно в некоторых моментах он играл. Руслан, прокомментируйте. Вы действительно пользовались актерской магией? А, нет. В этом смысле нет, конечно. Я уже говорил, что я стараюсь жить именно так, именно честно. И если я говорю что-то, значит я действительно так думаю. У нас такое правило, последнее слово всегда за героем. подведите итог состоявшегося разговора. Это действительно очень важный и очень классный проект. Потому что сейчас для нас как никогда важно уметь разговаривать друг с другом, уметь слышать друг друга и уметь договариваться и дружить, и общаться, и создавать что-то новое, доброе. Заслуженный артист Беларуси Руслан Чернецкий был сегодня в гостях у программы 100 вопросов взрослому. До встречи через неделю. Смотрите в следующем выпуске. сегодня у нас в гостях разве это не больно? Вы Прима. Как вам относятся другие балерины? Они вас любят? Когда вы влюблены, вы танцуете лучше? Зачем мужчины танцуют на сцене в обтягивающих машина? В танце, когда балерина вращается в одной точке, то тогда у них кружится голова. 100 вопросов взрослого. Спасибо. 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 Спасибо.